Матвей, Борис и Глеб. Крепкие малыши улыбаются на руках у папы, бабушки и дедушки. В этом семейном портрете не хватает только мамы. Муж Елены Дмитриев вспоминает с первого взгляда, понял, что она та самая. Ради нее и переехал в Самару из Петербурга. Лена очень любила детей и мечтала о своих. Долгожданная новость о ее беременности для семьи стала радостной втройне. УЗИ показало трех здоровых малышей. История Елены Николаевой всколыхнула Самару в июне, когда появилась петиция с призывом о помощи. Друзья и родственники девушки опасались за ее жизнь, хотели привлечь внимание медиков из столицы. На грани жизни и смерти Лена оказалась после того, как родила тройню в больнице имени Пирогова. Малыши появились на свет здоровые, однако хуже стало их маме. Десятого ее сделали кесарево сечение. На следующий день звонит она, мне говорит, мама под вечером, мне что-то плохо, меня тошнит. Я говорю, обратись к врачу. Врач сказала, что это последствия наркоза, это все пройдет. Через три дня после кесарево сечения Елена попала в реанимацию. Там за первые 15 дней она перенесла 8 операций. Лена очень терпеливая, в один голос говорят о ней родные. До последнего улыбалась и стойко переносила все болезненные процедуры, чем удивляла даже опытных врачей. В конце августа состояние Лены улучшилось, но из ее легких каждый день откачивали до полутора литра жидкости. Отделения пульмонологии Пирогова нет, поэтому Лену перевели в больницу Середавина. Казалось, она идет на поправку, однако состояние снова ухудшилось. Ее повезли на диализ, как нам сказали, полчаса проходило все нормально. И через 30 минут я начали закатываться глазки и вызвали реаниматолога. 40 минут ее реанимировали. 40 минут реанимационных действий и не смогли спасти. Через 116 дней после кесарево сечения Лена умерла. Делом заинтересовался следственный комитет, назначенная экспертиза. В следствии предстоит выяснить изначальную причину смерти женщины. И впоследствии будет устанавливаться, квалифицирована ли ей оказывалась медицинская помощь, как в одной, так и в другой больнице. В следствии предстоит еще опросить, впоследствии, если дело будет возбуждено, и допросить медицинских сотрудников. Все говорили, у тебя анализы, как будто ты одним беременна. То есть никаких моментов отклонений в верхней и нижней ступени планки не было. То есть все, что очень идеально. Я хотел бы истинно понять, в чем случилось, как случилось. Если есть вина врачей, чтобы она была доказана, чтобы никакие другие девочки больше не попали в такую ситуацию. Матвей, Борис и Глеб растут под присмотром бабушки и двух нянь, что, конечно, затратно. Если вы хотите помочь семье Елены, сделать это можно, отправив средства на счет, который вы видите на экране. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.